МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» с главными событиями понедельника и минувших выходных. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Окончательные результаты. Михаил Игнатьев победил на выборах главы Чувашии. К защите Родины готовы. 14 школьников Чувашии представят республику на финальных играх Зорница-Поволжье. Где в России жить хорошо? Чувашия вошла в десятку самых экологически чистых регионов страны. Сегодня в 18 часов Центральная избирательная комиссия Чувашии подвела итоги прошедших накануне выборов. Напомним, что в воскресенье 13 сентября в Чувашии, как и по всей России, прошел единый день голосования. В 24 регионах страны выбирали новых глаг-субъектов. В 21 путем прямых выборов и в трех голосованиях в местных парламентах из кандидатур, представленных президентом страны. Сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования. Наша съемочная группа только что вернулась в заседание ЦИК. Члены Центральной избирательной комиссии Чувашии собрались на итоговое заседание. Результаты выборов можно считать состоявшимися только после подписания протоколов и сводной таблицы. Эти документы изготовлены с использованием системы ГАЗ-выборы. Система ГАЗ-выборы автоматически суммирует все полученные результаты. У нас протоколы участковых избирательных комиссий вводились всю ночь. Михаил Васильевич Игнатьев получил 362 301 голос избирателей, которые пришли на выборы. Николаев Олег Лисеевич 81 453 голоса избирателей, Шурчанов Валентин Сергеевич 70 553, и Субботин Константин Сергеевич 18 515 голосов избирателей. И с вашего разрешения я подписываю первый протокол. Вплоть до инаугурации Михаил Игнатьев будет считаться избранным главой Чувашской республики. Еще одна обязательная юридическая процедура – принятие постановления. За документ проголосовали все члены республиканской ЦИК. 12 голосов за. Решение принято. С этого момента Михаил Васильевич Игнатьев является избранным на должность главы Чувашской республики. Предварительные итоги единого дня голосования обсудили и на еженедельном совещании Михаила Игнатьева с правительством республики. По данным Центра избиркома Чуваши, явка избирателей составила почти 58%. На данный момент обработано 93% протоколов участковых избирательных комиссий. Эти цифры еще могут варьироваться, но кардинальных изменений не будет. На выборах главы республики по предварительным результатам Михаил Игнатьев набрал 65% голосов, Олег Николаев 15%, 13% получил Валентин Шурчанов, а Константин Суботин 3-4%. Что касается выборов в Чебоксарское городское собрание, а столичный парламент формировался в отличие от всех остальных по смешанной системе, кандидаты от «Единой России» лидируют во всех округах с отрывом в 20%. С точки зрения вообще электоральной это пропасть. 20% это отрыв, который говорит о безговорочной поддержке. Если взять единый избирательный округ, по единому избирательному округу такая вот символическая цифра, очень важная в первую очередь с психологической точки зрения, 50%. 50% плюс один голос это безговорочное преимущество. 50,6% партии «Единая Россия», на втором месте КПРФ, на третьем «Справедливая Россия», на четвертом ЛДПР. Практически все точно так же, как на выборах Государственной Думы. Напомним, итоги предварительной и окончательной цифры Центр избирком обещает озвучить в ближайшие дни. Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов. Я хочу поблагодарить всех вас за ту ответственную работу, которую мы вместе с вами вчера провели. Выборы, можно сказать, одним словом, в республике состоялись на конкурентной основе. Жалобы есть, но значимых, серьезных жалоб по той информации, которую мне давали, это оперативная информация, таких серьезных, значимых по выборам и главы Чувашской республики, и органов местного самоуправления нет. Также на планерке говорили и об исполнении республиканского бюджета нашей республики за 8 месяцев этого года. Так, например, собственные расходы составили 23,6 миллиардов рублей. А что касается доходов, то они возросли на 169 миллионов рублей. Доходы бюджета исполнены к уровню прошлого года 101%. Если посмотреть по виду налогов, налоговые доходы это 101,1%, неналоговые доходы 104,2%. Что касается собственных доходов, вы видите, налоговые доходы у нас в основном в зеленую зону попали налог на прибыль, акцизы и налоги на совокупный доход. Такие налоги, как налог на доходы физических лиц и налог на имущество, они у нас в красной зоне, то есть это означает меньший уровень прошлого года. Обсудили и ход реконструкции моста через реку Большой Цивиль на трассе М-7. Вот этого объекта и освоение средств планируются в этом году. В планах и реконструкция федеральных дорог М-7 и А-151. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Предварительные итоги выборов начали подводить уже накануне вечером. Члены региональных отделений «Единой России» вышли на связь с председателем партии Дмитрием Медведевым. Какая обстановка царила в Чебоксарском штабе «Единой России» знает мой коллега Дмитрий Ковалев. То, что правящая партия сохранит свои позиции в республике, стало очевидно, когда подсчет голосов только начался. На протяжении всего вечера министры Чувашского правительства и депутаты Госсовета не расставались с телефонами и планшетами. Свежие цифры в Чебоксарский штаб «Единой России» поступали каждую минуту. Высокие результаты по итогам выборов демонстрируют и другие регионы. Это не может не радовать, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. Итоги, на мой взгляд, по тем данным, которые мы сейчас располагаем, для партии «Единая Россия» выглядят вполне удовлетворительно. Я бы даже сказал, что это хорошие результаты. Они, с одной стороны, отражают реальное влияние партии «Единая Россия» в регионах предпочтения наших избирателей. А с другой стороны, показывают, что российская демократия развивается, показывают, что парламентские партии достаточно удачно проводят свои избирательные кампании. И выборы прошли на высоком конкурентном уровне. Это не может не радовать, потому что в этом залог развития нашей страны и показатель того, как чувствует себя наша политическая система. По итогам избирательные кампании этого года зарекомендовали себя и новые партийные проекты. Во многих регионах прошли предварительные выборы. Только благодаря праймерис, отметил Дмитрий Медведев, удалось понять, насколько жители страны доверяют команде «Единая Россия». Надеюсь, этот институт получит дальнейшее развитие. Это реальный атрибут реальной демократии. И хороший пример, кстати, для других политических сил, если они решатся его использовать в своей политической практике. Но мы, конечно, ничего навязывать не будем. Те задачи и цели, которые ставились непосредственно региональным отделением партии «Единая Россия», они сегодня выполнены. Это легитимность, конкурентность, чистота. Свои ожидания оправдала единый день голосования в регионах. В большинстве субъектов явка на выборы превысила порог 60%. Это неплохой показатель. Нынешнюю избирательную кампанию в федеральном центре уже называют генеральной репетицией перед выборами в Госдуму. Все то, что мы первоначально намечали, я сам лично подчеркивал, выборы должны на территории республики пройти честно, конкурентно, открыто. Вот это практически на нашей территории все эти высказывания соблюдены. Это большое такое значимое, серьезное дело. Почему я говорю? Потому что выборы на должность главы республики, в республике все знают, 15 лет не проводились. Хочу сказать слова искренней душевной благодарности всем избирателям, которые пришли на избирательные участки и, воспользуясь своим правом, сделали свой выбор. Выборы состоялись, теперь подытожил Медведев, но занявшие свои посты главы регионов и депутаты должны выполнить все то, что пообещали избирателям. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Итоги выборов сейчас обсуждают без преувеличения во всей Чувашии. Сомневаться в их легитимности не приходится. И после окончания подсчетов цифры принципиально не изменятся. Почему голоса распределились так, а не иначе, рассуждают эксперты. Проведение выборного этапа я оцениваю очень положительно. Я знаю, что и сам был непосредственно свидетелем, как работала исполнительная власть, как все ответственные институты. Я очень рад, что выиграл Михаил Васильевич Игнатьев, так как избиратели смогли оценить то качество работы, которое было пройдено в течение пяти лет. И я доволен тем, что вместе с ним вырастают молодые политические кадры, которые, в принципе, наверное, составят, скажем так, будущую политическую элиту Чувашской республики. Прежде всего, та обстановка, которая царила в момент выборов, в этот день, она свидетельствует о достаточно стабильной ситуации внутри республики. Есть ряд регионов России, где 30% только явка была. В Чувашии превышен порог, выше 50%. Это говорит о том, что население не устало, и сами выборы являются одним из главных способов решения своих проблем. Значит, видят, доверяют власти. Эти выборы показывают, что граждане Чувашии уже привыкли жить по новым демократическим нормам. Это очень отрадно. Что касается вот результата, то их результативность, в связи с того, что с 2011 года это большой шаг в сторону понимания и осознания своей не только ответственности за какие-то решения, но и понимания власти, что она просто так никогда не удержится ни в каком регионе. И отсюда свидетельствует то, что единая сильная команда сформировалась на протяжении последних двух-трех лет. И это свидетельство того, что власть тоже понимает, что демократические традиции – основа всех основ. Пожалуй, одной из основных особенностей этой избирательной кампании я назвал бы отсутствие какой-то серьезной черной борьбы друг против друга основных кандидатов. Хорошим следствием этого стала высокая явка. Чем больше грязи на избирательной кампании, тем меньше явка. Те условия, которые были созданы на этой избирательной кампании для политических конкурентов Михаила Васильевича Игнатьева, то бишь и для Коммунистической партии, и для Справедливой России, и для ЛДПР, я отвечаю вам, что вот эти вот условия, они, собственно говоря, предполагали, что по ходу дела можно было всему административному ресурсу, если бы он таковой и был, можно было противоставлять вполне себе спокойно те или иные политически чистые белые технологии. Потому что какого-то жесткого противостояния, еще раз подчеркиваю, здесь не было. Админресурс, он же чем опасен для политтехнологий? Ну, когда у тебя может работать потрясающая команда политтехнологов, но они ничего не смогут сделать, потому что это нельзя, это нельзя, на телевидение доступа нет и так далее и тому подобное. Здесь этого не было, понимаете, как бы если... Были созданы условия, при которых можно было совершенно спокойно развернуться вот шире по полной программе. Апеллировать к административному ресурсу – это самый лучший и спокойный способ оправдать свою неудачу. Поэтому каждый вправе апеллировать к чему угодно, но, наверное, это всего лишь одна из причин поражения. В МВД Почуварской республики отмечают, что единый день голосования прошел без чрезвычайных происшествий. Сотрудники полиции были задействованы не только на обеспечение безопасности граждан в день проведения выборов, но и на охрану избирательной документации. В единый день голосования, проходивший на территории Чувашской республики, было задействовано на охрану общественного порядка свыше трех тысяч сотрудников органов внутренних дел. Существенных нарушений, которые могут повлиять на итоги избирательной кампании, не допущено. Работу полиции на выборах оцениваю на пять с плюсом, так как была проведена огромная подготовительная работа. Выборы – это очень серьезное мероприятие, оно проводится на деньги налогоплательщиков, и я считаю, что все, что связано с бюджетными деньгами, должно быть в рамках действующего законодательства. Несмотря на то, что большое количество сотрудников органов внутренних дел было задействовано в мероприятиях, всем им была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и проголосовать. К другим новостям. 13 сентября в Оренбурге стартовали военно-спортивные игры «Зорница по Волжье». Это финальный этап соревнований, он закончится 17 сентября. Чувашию представляют 14 учащихся из Батревской школы номер один. Все лето зорничники усердно тренировались. Основной упор делался на физическую и теоретическую подготовку. Ребята занимались спортом, учились оказывать первую медицинскую помощь, читали военно-историческую литературу. За первое место им придется бороться с 14 командами, лучшими в своих регионах. Сразу после церемонии открытия участники игры отправились на территорию воинской части, где прошли соревнования по силовой гимнастике. Динар Танзюков из Батревской школы номер один занял первое место в личном зачете. Вместе с учениками на соревнования поехал их наставник Юрий Васюткин. Он рассказал, каких успехов добились ребята за два дня игр. Команда пока неплохо выступает. По плаванию сегодня третье место заняли. Индивидуально у нас первое место Шулья Плаванова заняла по плаванию. Из результатов полоса препятствий вчера было у нас. Шестое место мы заняли метание гранаты. Пятое место силовая гимнастика, шестое место. Готовимся к строевой подготовке. Через одну команду мы идем уже. Настрой хороший настрой, конечно, но команда серьезная. Соперничество сильное. У детей практически нет свободного времени здесь. Мы с утра до вечера заняты именно подготовкой. Или про соревнования проходят, или подготовка. И практически мы приходим, ложимся спать. И утром рано встаем. И опять целый день на занятиях. Впереди еще три дня тяжелых состязаний. Финалисты отправятся на Всероссийские игры Победы, где будут защищать честь Приволжского федерального округа. Алексей Табинов, Республика. В Чебоксарах произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он сбил женщину с коляской. В половине седьмого вечера на дороге возле дома 24 по улице Мичмана Павлова мотоциклист не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и наехал на женщину с коляской, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 13 сентября около половины седьмого вечера возле дома 24 по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах 44-летний житель города на мотоцикле не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на женщину с коляской, в которой находилась ее годовалая дочка. Молодая мама переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наездной пешеходов водитель мотоцикла врезался во встречную десятку и получил травму, несовместимую с жизнью. Малышка с травмами была доставлена в больницу. Ее мама не пострадала. Водитель ВАЗ-2110 была свидетельствована. Состояние опьянения не установлено. По факту аварии проводится проверка. Водитель автомобиля, в который врезался мотоциклист, был трезв. По факту аварии проводится проверка. Чувашия вошла в топ-10 регионов-лидеров экологического рейтинга. Республика заняла восьмое место. По сравнению с итогами зимы региона удалось подняться на одну строчку. Рейтинг составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по итогам лета 2015 года. При составлении рейтинга учитывались природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический и сводные индексы. Расчет топ-листа осуществлялся информационно-аналитической системой на основании значимых событий в эко-, социо- и техносфере, а также оценке состояния окружающей среды. На предприятиях АПК Чувашии реализуются инвестиционные проекты по увеличению объема продукции и улучшению его качества. На территории птицеводческого комплекса «Юрма» при поддержке Сбербанка России открылся новый инкубатор. О новом проекте, а также о новых строительных площадках в столице Чувашии смотрите далее. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Инвестиционные проекты реализуются в агрокомплексе не первый год. За это время были построены заводы по производству комбикормов, убою и переработке птицы, а также фермы и птичники. Новый инкубатор рассчитан на 35 миллионов яиц в год. Это позволит повысить количество выпускаемой продукции. Уже в ноябре предприятие будет выпускать 5 тонн мяса в чистом виде. В цех инкубации у нас одно из самых современнейших оборудований. Здесь полностью автоматика мойка, все тары автоматические, и тележек автоматический. Штат не очень большой, но очень рационально использованный. Предприятие участвует в национальном проекте развития АПК. В его рамках идет работа по двум направлениям. Модернизация птицеводческого комплекса и создание племенной фермы на 950 свиноматок. Создано около 1000 рабочих мест. Финансированием первого проекта занимается Чувашское отделение Волговятского банка Сбербанка России. На реализацию выделено около 6 миллиардов рублей. Половина из них уже освоена. Мы видим эффективность, рентабельность данного проекта на этой стадии его развития. Для банка очень важно понимание эффективности команды менеджмента, когда вкладывают все деньги. Здесь мы видим и обсуждаем стратегические планы. Мы видим команду, которая управляет данным производством. И это основа для дальнейшего развития и вложения денег со стороны банка. И мы рады, что мы участвуем в этом проекте. Модернизация производства агрохолдинга продолжится. Это позволит расширить географию поставок. Заволжские леса, как на ладони, зеркало Чебоксарского водохранилища. Все это увидят жители дома «Восточный экспресс» из окон своей квартиры. Это новый жилой комплекс, возводимый строительной компанией «Триаз». «Триаз» работает на рынке строительства уже 17 лет. Все дома, возводимые в Чебоксарах, сданы в срок. Видела прежде еще те дома, которые были застроены в микрорайоне «Три богатыря». Действительно надежный застройщик. «Восточный экспресс» только начинает строиться, но уже можно любоваться открывающимися просторами. Кстати, первый этаж находится на уровне третьего. Под домом предусмотрена бесплатная открытая парковка. На дне техэтаж, следующий – жилой. «Триаз» использует самые современные строительные технологии. Благодаря монолитным несущим конструкциям уже на этапе строительства возможна перепланировка квартир. Мы сдуваем в колодцевую кладку бесшовный утеплитель под давлением, в результате чего образуется монолитное пространство, утепленное по современным технологиям. Плюс в наружных ограждающих конструкциях стен мы применяем окна и двери из пятикамерного ПВХ-профиля с трехкамерным стеклопакетом. Сегодня, придя сюда, узнала, что дом современный, что предусмотрены парковочные места, что сейчас, я считаю, что очень актуально. Кроме того, вид на «Волгу» – это все такие моменты очень приятные. К несомненным плюсам «Восточного экспресса» можно отнести остановку городского транспорта в пяти минутах ходьбы, детский сад, продуктовый магазин и офис врача в шаговой доступности. Горожан и жители Чуваши, пришедших на день открытых дверей, ждал еще один приятный сюрприз. Все они стали участниками новой акции строительной компании «Три АС». К ней могут присоединиться и наши зрители. Мы приглашаем всех горожан 14, 15 и 16 сентября посетить наши офисы продаж. И они имеют уникальную возможность получить скидку в размере 2 тысяч рублей. То есть у нас трехкомнатные квартиры будут стоить 32 тысячи рублей за квадратный метр, двухкомнатные – 34 тысячи за квадратный метр, однокомнатные – 36 тысяч за квадратный метр. Союз риелторов Чуваши является официальным партнером строительной компании «Три АС». Все агентства, которые входят в состав Союза риелторов Чуваши, продают квартиры в «Восточном экспрессе» по той же цене, что и строительная компания. При покупке квартиры оформляется договор налевого участия, который регистрируется в «Рекпалате». «Три АС» сотрудничает со всеми крупными банками, действующими в республике. Поэтому можно оформить ипотеку по наименьшей процентной ставке. Солнечный восходит над городом, начиная новый день, новый район, новые квартиры на юго-востоке Новоюжного района за гипермаркетом «Лента». Группа компании «Удача» работает на рынке жилья уже более 11 лет и зарекомендовала себя как надежный партнер. В данный момент мы начинаем один из самых амбициозных проектов нашей компании – это строительство микрорайона «Солнечный». Здесь предусмотрено в первую очередь порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. Очень будет развитая инфраструктура. Здесь найдут место под солнцем тысячи и тысячи семей. Дома от группы компании «Удача» – убедительное доказательство, что высококачественным может быть не только элитное жилье, но и квартиры эконом-класса. Цены квадратного метра меньше, чем во всех новостройках города. Дом по проекту предусмотрен. Каркас на панели, состоящий из одного подъезда 12 этажей. Всего в доме будет 107 квартир. Однокомнатные квартиры площадью 34 и 40 квадратных метров, двухкомнатные площадью 60 и 62 квадратных метров. С планировками квартир можно ознакомиться на сайте 21sol.ru. На территории микрорайона предусмотрено 350 машин и мест на 1000 человек. Детские, спортивные площадки, места для отдыха – все придумано для будущих жителей. В юго-восточной части города много лесов. По проекту деревья будут сохранены. Более того, появится лесопарковая зона для прогулок с детьми, пикников в солнечные дни и активных занятий спортом в любое время года. Застройка будет весьма интересна в градостроительном плане с точки зрения архитектурной выразительности микрорайона. Проект зданий прошел экспертизу и отвечает всем современным требованиям как теплосбережения, так и безопасности. Если солнце – это источник жизни, то солнечное место для жизни. Место долгой и счастливой жизни для вас и ваших детей. Эти солнышки светят нам всегда. Пускай микрорайон солнечный, район множества солнца. Субтитры создавал DimaTorzok